всем привет рад приветствовать вас на канале миниатюры и диорамы и сегодня у нас с вами пятая часть нашего цикла диорама с нуля и до финала кто не видел первые четыре подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и не пропускайте следующие части а сегодня мы с вами поговорим можно сказать о самым интересным в теорамостроении самым сложным на мой взгляд это создание водной поверхности у нас по задумке должен в данном месте проходить ручей вот здесь в этом углу у нас будет проходить ручей что нам нужно сделать будет нам нужно будет сделать опалубку немного очистить наш берег чтобы он не был таким травянистым и залить смолу от фирмы и кого на я уже давно с ними работаю довольно таки хорошая смола я очень много работ уже с помощью нее сделал ну что же приступим для начала очистим наш берег после того как мы немного чистили нашу листу чтобы она не всплывала мы с вами возьмем белый акрил или масло если вдруг кому-то нравится я возьму масло и сделаем небольшие выделения как будто у нас есть немного камней на дне я буду использовать ойл брашер белый но можно использовать обычную акриловую краску и ей пользоваться много мне не надо мне нужно совсем чуть-чуть чтобы на дне были небольшие светлые пятна после того как мы нанесли немного светлых пятен больше я думаю смысл нет наносить мы начинаем с вами делать опалубку для изготовления опалубку опалубки на таких небольших водоемах я использую тонкий модельный пластик и малярный скотч который у нас присутствовал самом первом ролике мы закрываем края лишнее обрежем сейчас потому что нам не нужен перепад высот и вторую сторону нашего ручья после того как мы нанесли наш малярный скотч на края основания мы берем плотный картон или органическое стекло возможно модельный пластик и начинаем делать опалубку я возьму я возьму тонкий пластик который обклею скотчем для того чтобы смола от него легче отходила здесь особо точность не нужна в плане отрезания нам нужна высота где-то сантиметр может быть полтора и это будет с огромным запасом это будет одна сторона наши опалубки на вторую сторону нам этой полосы уже не хватает мы делаем новую теперь вот эти две наши полосы которые у нас есть мы обклеиваем обычным скотчем обрезаем лишнее естественно оставшимся куском скотча немного закрепим наш уголок после того как мы скотчем закрепили наш уголок мы берем цианакрилат и проклеиваем эту тугу с внутренней стороны и настало время крепить наш нашу опалубку на основании крепить опалубку будем также с помощью цианакрилата проливая вот эту сторону вместо цианакрилата вы можете использовать термопистолет можете использовать силиконовый герметик но я уверен в том что цианакрилат есть у каждого дома силиконовый герметик термопистолет это уже вещи ситуативная у кого-то есть у кого-то она нет поэтому цианакрилат в моем случае наиболее подходящая вещь и вторую сторону точно также мы делаем после высыхания цианакрилата вы можете еще раз проверить герметичность и для дополнительной защиты пройти все это пластилином на всякий случай когда наша опалубка высохла я дополнительно и все-таки прошел пластилином но это не обязательно отливка будет маленькой и давление там будет минимально это уже моя паранойя потому что один раз я большую заливку очень долго устранял у нее течь мы берем нашу мы берем пластиковый стаканчик электронные весы смолу от компании экованна арт-эко вы можете использовать обычную смолу то есть эдп из магазина из строительного то есть это не имеет никакого значения какая у вас будет смола если вы используете арт-эко то можно зайти на сайт производителя и там есть калькулятор с расчетами то есть вам думать ни о чем не надо вы прикидываете сколько грамм вам нужно смолы мне нужно допустим 10 грамм я делаю 10 грамм смолы добавляю туда согласно калькулятору 6 граммов отвердителя и получаю готовый состав 11 грамм смолы у нас получилось значит у нас должно быть 7 грамм отвердителя то есть у нас вышло общей сложности ведь это 19 20 грамм берем мы какой-нибудь палочку или еще что-то можете взять палочку от суши размешиваем подкрашивать я не буду размешиваем нашу смолу размешивать именно данную смолу можно как угодно интенсивно не интенсивно пузырей в ней все равно не будет если вы используете обычную эпоксидную смолу то как с ней работать посмотрите в уголочке я оставлю подсказку с моим роликом где я заливаю воду из обычной эпоксидной смолы когда наша смола размешана мы берем наше основание и начинаем заливать обычно я такие малые отливки не заливаю прям со стаканчика а использую ту же палочку который размешивал и с нее наношу каплями небольшими на основании но это не панацея можете так не делать я не знаю почему я так делаю возможно чтобы иметь возможность все это здесь распределить должным образом после заливки воды мы с вами в эту воду добавим немного листвы чтобы она была сверху на воде и какую-нибудь возможно притопим немного притопим листву чтобы у нас не было на поверхности после всех наших манипуляций на данный момент основание имеет подобный вид ждем высыхания после высыхания смолы наша подставочка имеет следующий вид и как видите смола дает усадку поэтому я еще изначально решил что будет еще один ролик который будет называться работа над ошибками то есть как исправлять такие вот мелкие недочеты чтобы все выглядело органично и красиво и в следующем ролике мы с вами займемся именно исправлением мелких косячков а на данный момент это выглядит подобным образом всем кому видео оказалось полезным подписывайтесь на новые видео ждите новые серии всем пока всем пока